Нет, слушай, вот был у меня обычный телефон, там было все, что нужно. Камера, фонарик, калькулятор, идеальная звонилка в общем. Кто меня дергал смартфон покупать? А чем тебе твой новый не нравится? Он же классный, функциональный. В интернете можно серфить без проблем. А толку-то? Батарейки еле на день хватает. Особо не посерфишь. Ну, это проблема всех смартфонов. Даже не переживай по этому поводу. Подключай на телефоне все лишнее, тогда подольше заряд держать будет. Ммм, скажешь тоже. А как я вот определю, что там лишнее? Я сейчас что-нибудь как отключу? Понятно. Тогда посмотри сюжет Артема и без проблем будешь ориентироваться в своем телефоне. Каждый владелец смартфона, который использует возможности своего гаджета по полной программе, заряжает его примерно раз в сутки. Ну а что делать, если заряд стремится к нулю в самый ответственный момент? Мы попытались разобраться. Иван – оператор службы новостей одного из телеканалов. И без своего смартфона из дома никуда. Ведь нужно быть постоянно на связи. Тем более в памяти смартфона хранится все самое важное. Контакты, фотографии, музыка и все пароли от аккаунтов в социальных сетях. До недавних пор он своему гаджету во всем доверял. У нас была командировка в Кизлорду. Отход поезда был в 7 часов утра. Я заранее завел будильник, поставил на 5 часов, проснулся подозрительно выспавшимся. Посмотрел на часы, уже 6. И вот начал экстренно собираться. Отбросил завтрак, умывание, все эти прелюди. Одел вещи, которые попались и рванул на канал, чтобы взять технику и успеть потом еще на поезд. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно правильно настроить свой гаджет. Первым делом настраиваем яркость экрана. Сделать это можно в меню настроек экрана. Яркость можно уменьшить в половину. Снижать до минимума смысла нет, иначе светодиоды подсветки быстро сгорают. Иногда даже советуют и темой оформления выбирать черные. Тогда, якобы, аккумулятор не разряжается. Я пробовал поставить черные обои, но эффекта я не заметил. Телефон как садился, стремительно, так же стремительно он и продолжал садиться. На самом деле это очередной миф. Внутренняя подсветка экрана потребляет энергию в одинаковом объеме. Хоть светлые темы оформления, хоть темные. Работает эта фишка только на смартфонах с AMOLED-дисплеями. Но тут нужно устанавливать темы и обои в красной цветовой гамме. Второй в очереди на отключение – модуль GPS. Когда он ищет спутники, тоже тратит много энергии. Поэтому отключаем навигацию и отображение местоположения. Ну а третий пожиратель энергии – модуль Wi-Fi, который при постоянно включенном поиске доступных сетей тоже тратит энергию. Так мы увеличим время работы смартфона от батареи на треть. Ну а проверить, сколько еще гаджет продержится на одной зарядке, помогут специальные мобильные приложения. Под смартфоны с операционной системой Android в Play Market можно скачать бесплатное приложение GSM Battery Monitor. Оно показывает, на сколько процентов заряжена батарея и какие процессы и устройства потребляют энергию. Для iPhone тоже есть такое мобильное приложение и называется оно Activity Monitor Touch. При запуске приложение покажет вам версию операционной системы, сколько свободной памяти осталось и уровень заряда батареи. А вот Microsoft еще не придумали для своей мобильной операционки Windows Phone аналогичное приложение. Об этом позаботились сами пользователи. На Marketplace можно найти приложение «Батарея». Оно ведет статистику использования аккумулятора и показывает, сколько времени прошло с последней зарядки. Но высший пилотаж – это заряжать свой гаджет где угодно. Даже там, где и розетку-то не найдешь. Александр в техническом плане человек подкованный. Все-таки радиолюбитель со стажем. Вот и решил поэкспериментировать с солнечными батареями. А заодно и с нами поделился результатами своего эксперимента. Эта штучка – маленькая миниатюрная переносная солнечная батарея – может заряжать внутри себя еще дополнительно аккумуляторы. Может поддерживать их работоспособность, то есть чтобы они не разряжались достаточно долгое время. Плюс может до какой-то степени их зарядить. Плюс у нее есть на выходе вот такой вот шнурочек с разъемчиком. Это стандартный разъем. Можно куда-то вставить какое-то устройство, допустим, телефон. Берем фонарь. Фонарь нам будет заменять сейчас яркое солнце. И, в принципе, вот работоспособная конструкция. Давайте сейчас проверим. Включаем наше солнышко. Вот, пошла зарядка. Ну а что делать, если все ненужное уже отключили, а телефон все равно сел? Попробовать обмануть батарейку. Для этого нам нужно вынуть из телефона батарейку. Здесь мы видим три контакта. Нам необходимо изолентой заклеить средний контакт. Теперь мы вставляем нашу батарейку в смартфон. Закрываем крышку. И включаем. Один раз позвонить мы точно сможем. Надеемся, наши советы помогут вам как можно дольше работать со своим смартфоном без подзарядки. Ну а за подробными инструкциями заходите на наш сайт. Слушай, и правда, вроде батареи меньше стал есть. А то, советы профессионалов. Теперь можно без проблем фотки в Инстаграм выкладывать. Кстати, смотри, я прям прирожденный фотограф.